всем привет ну что друзья дождались спасибо во первых всем огромное за эти комментарии за за теплые слова впаде нашу поддержку спасибо всем кто уже пришел и попробовал гитары искра огромное количество комментариев дайте хороший звук дайте хороший звук в общем получаете хороший звук юра полежаев любезо согласился прийти к нам на дворе ночь и поэтому можем спокойно и красиво записать хороший качественный звук вот с этих замечательных микрофонов не на правах рекламы но все-таки это тоже наше отечественное производитель замечательный микрофон союз вот которые я надеюсь передадут всю полноту и широту звучания этих инструментов но уж в юре мы не сомневаемся поэтому смотрите наслаждайтесь все вопросы какие есть можно писать комментариях можно писать напрямую к нам гитарную лавку под этим видео будут ссылки на все на каждый из этих инструментов так что ну и пожалуйста не забывайте дело доброе дело подписывайтесь на нас ставьте лайки и приходить к нам гитарного и и Субтитры подогнал «Симон» 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 Здесь нет фанеры, здесь нет ламината, ничего, только все по старой схеме, инструменты, которые были когда-то, ну и которые могут себе позволить тоже какие-то именитые бренды, которые делают только массив. Да, да. Наверху здесь кедр. Верхняя дека кедр, обечайка задняя дека это массив африканского палисандра, сочетание очень крутое, накладка на гриф и бридж сделаны тоже из палисандра. Хочу отметить колки особенно, здесь очень крутые колки HCTuners 21 к 1 отношение, они крутятся прям, ну я сейчас не буду расстраивать, плавный, просто очень крутой плавный ход. Когда пытаешься дойти до ноту, знаете, бывает там чуть крутанешь, она на полтона улетает, здесь регулировка очень точная и очень отзывчивая. Ну и чтобы вы понимали, эти колки делает вот эта компания HCTuners, и смотрите, на этой же фабрике делают колки для таких заводов, для таких брендов, как Сюхр, потом Сюрх. Я постоянно путаю, Сюхр или Сюрх. Просто Сюр. Короче, да, вот это смешное название, это те же фендеры, которые стоят там в 5 раз дороже всех остальных фендеров. Тут же делаются варвики, делаются еще какие-то. PRS-ки. PRS-ки, да, то есть это колки офигенного профессионального уровня, весь прикол в них только в том, что это название бренда, которое знают только посвященные, и соответственно вот их можно приобрести не за тот конский ценник, который есть, но по работе их они реально классные. Да, да, в целом, дальше по гитаре пройдемся, ну, наконец-то я могу вас обрадовать всем любителям широких грифов, здесь 45-й верхний порожек, ширина у грифа 45 миллиметров, очень круто, большое расстояние между струнами, те, кто любит пальцевую игру, какие-то мелодические вещи, точно оценят. Вот, потом... Сейчас вот про 45 миллиметров еще один момент, почему мы сразу с первых партий, у нас практически все модели, минимальная, по-моему, 44, да? Ну, 45, у нас минимальный вот этот размер 45 миллиметров, почему? Потому что на самом деле рынок очень болен без этих инструментов, потому что огромное количество запросов от покупателей, мне шире надо, чем 43, мне надо шире, чем 43. Это факт. Потому что стандарт 43 миллиметра есть у всех, придете к нам в магазин, мы вам сейчас, я не знаю, штук 20, наверное, классных моделей гитар дадим в руки поиграть с 43 миллиметрами, этих размеров нету, поэтому первую партию сделают, будут у нас, конечно, 43 миллиметра, будут, однозначно, но вот эта первая партия, почему? Потому что это самый больной вопрос. Да, есть такое. Давай про гриф сразу, смотри, вот тут 45, а теперь вот посмотрите, какой он в профиль. На мой взгляд, это очень удобно, он плоский и ограничений, даже если кто играет на 43 миллиметров, но я на самом деле особых каких-то страданий не испытываю, благодаря тому, что очень узкий профиль грифа. Из чего он, кстати, сделан? Гриф из краснухи, профиль действительно тоненький, то есть это не лопата, которая у вас полностью забирает пространство в ладони, он действительно тонкий и отлично подойдет для скоростных пассажей, для каких-то, да и в целом ощущения от инструмента очень крутые. Сразу, мы вчера с Лешей на тему разговаривали, он говорит, мне задают вопросы, а в чем отличие от Ньютона, а в чем отличие от Ньютона? Смотрите, первая партия, и, кстати, может быть, это вот, насколько я смотрю, там всякие американические эти интересные передачи, у них всегда вот первые модели, которые идут, они потом очень сильно ценятся, потому что они потом претерпевают изменения, и они будут отличаться от серий. Вот эти партии первые, они идут с головой точно такой же, как у Ньютона. Сейчас мы разрабатываем свою собственную голову, бывает, будет другая форма головы. Сейчас она вот такая красивая, ньютоновская, я думаю, нам что-то удастся сделать не менее красивое. Компания Ньютон также продолжает свою работу. Просто основные серийные все модели забираем мы, и будет реализация через сеть магазинов «Гитарная лавка». Это вот, чтобы предусхитить все вопросы, которые есть. Это отлично. Да, что касается дальше технологических каких-то новинок, вот поймите, это производство. Рома делает эти инструменты уже 7 лет, и те инструменты, которые были у него 7 лет назад, и сейчас, я вот 100% уверен, что это два разных инструмента. Этот же инструмент через год, мы возьмем эту серийку и посмотрим, какая она будет, я 100% уверен, она будет отличаться от этой. Почему? Потому что человек, который занимается производством этого инструмента, отвечает за это производство, он неугомонный, он не сидит на месте, и постоянно есть изменения. И вот основное отличие от предыдущих моделей, это сейчас здесь новый лак. Что здесь за лак? Здесь очень тоненький слой лака, три тонких слоя лака, я не мастер, это потом мастера вам расскажут. Но суть в том, что гитара получается матовой, с открытыми порами, это очень благоприятно сказывается на звучании, это понравится всем, кто любит фингерстайл штуки. Вот, я Роме задал этот вопрос, он мне написал, что это акриловый матовый лак, он покрывается тремя слоями, open-pore называется, то есть получается тонкое, но прочное покрытие, и за счет этого дека прекрасно резонирует. Сами понимаете, да, одно дело, где у вас там леденец, то есть залито все несколькими слоями лака, да еще непонятно там, какой сухой остаток у них. Характер инструмента однозначно с этим меняется. Здесь, почему такие деки, почему они не крашены, почему они не лачены? Именно для этого, для того, чтобы сохранить максимальные возможности этой самой древесины. Конечно, проще там взял, что попало, взял какую-то елку там, я не знаю, товарную, не товарную, залил ее, покрасил, залачил, и ты ее не увидишь. Здесь, вы видите, все... Здесь текстура какая красивая, причем инструмент от инструмента просто не отличить, ну, в смысле, не не отличить, а не спутать друг с другом, вот. Потому что индивидуальный рисунок, ну, очень красивые деревяхи, мне прям понравились, мне зашли. Ну, вы сами понимаете, что это, да, что это реально кастомное производство, по сути, потому что пока производственные мощности не такие большие, даже как нам надо, но мы сейчас вот с Ромой тоже на этот счет как-то общаемся, думаем, как с этим быть. И вы сами понимаете, что каждый деревяшечка реально все вручную подбирает, все вручную обрабатывается. Это не огромные серийные производства, которые могут себе позволить монстры. Кепма, сколько штук делает в месяц гитар, не помнишь? Я что-то теряюсь, там какие-то то ли 350 тысяч, то ли что-то. Ну, какие-то дикие, конские какие-то цифры, конечно. За 200 тысяч, представляешь, гитар в месяц. Это как? Ну, это на мир. Это на мир, понятно. Молодцы, круто. Будем смотреть в ту сторону. Вот, ну, собственно, что еще добавить? Ребят, из дредноутов это один из самых дорогих, один из самых таких напористых. Будет дороже. Да. 20 февраля придут. Вот, поэтому я предлагаю на нем не останавливаться и посмотреть еще какие-то гитары. Я бы, знаешь, сразу же хотел сказать, вот, что в том видео, в том видео, когда мы там на кухне играли, у Рома на производстве, что здесь сейчас, вот, один и тот же момент, и я, в принципе, сейчас про каждую гитару, возможно, буду говорить то же самое, это тот случай, когда я слышу звук гитары быстрее, чем звук медиатора по ней. Да, они действительно очень отзывчивые. Прям вот берешь гитарку, даже если пальцами перебором что-то начинаешь играть, прям каждая нотка выстреливает очень круто. Мои предположения. Я, конечно, у Рома спрашивал, я и на видео это спрашивал, я уж не помню, только вырезал я это или нет. Я у Рома спрашивал, у меня есть несколько предположений, как это он добивается. Ну, понятно там все эти сопряжения, это все ясно, с материалом все понятно. Есть два, по-моему, факта, которые вот эту вот, вот эту яркую и быструю отзывчивость. Кстати, вот Юра Полежаев, я тоже не помню, повойдет это на видео или нет, он тоже об этом сказал. Он когда взял, начал играть, я ему говорю, слушай, Валера, мне надо сейчас это, немножко поиграть на них. Мне надо чуть-чуть переучиться. Я говорю, в каком плане? Ну, он говорит, на моем токамине, говорит, отдача идет с задержкой, и у меня вся игра настроена на это. Здесь она щелкает сразу, поэтому мне надо к этому привыкнуть. То есть он в процессе записи привыкал именно к этому, что отдача, ну, помимо того, что она не закрывается на больших громкостях и читается хорошо, и на слабой громкости, и на большой громкости, это понятно. Так вот, у меня два предположения есть, я не знаю, Ромка посмотрит это видео, скажет, прав я или нет. Первое, я считаю, что это возникло из-за того, что очень толстенная накладка, а накладка все-таки из дерева, который намного плотнее и тверже, чем основной гриф, это первое. А второе, это способ крепления грифа к корпусу, он на болту, он не на клеене, не на болту. Потом ребята из мастерской скажут, зачем это, ну, с их точки зрения, а вот с точки зрения звука я тоже считаю, что это тоже одна из причин, потому что конструкция очень вся жестко скрученная. И гриф, и корпус являются одним целым, и поэтому резонация и вот эта отдача происходит максимально быстро. Да и в целом, даже если судить, вот взять элементарную электрогитару, на болченом грифе зачастую так и есть то, что на болченом грифе атака она ярче, она резче. И, возможно, твое предположение очень даже имеет место быть. Если у вас есть другое, какие-то другие какое-то мнение или предположение, и вы уже поиграли на гитарах, напишите, с удовольствием послушаем. Что-то есть, ну, действительно, какие-то мысли есть, ну, не бред, а вот мысли есть по этому поводу, с удовольствием, давайте рассказывайте, потому что мы сами знакомимся с этим миром, и во многом, то есть мы сами учимся и учимся понимать, что это такое. Друзья, комбинация верхней деки у разных гитар будут разные. То есть вот этот экземпляр с верхней декой из кедра, также будет из елки. У нас в московском магазине вот такой вот Эльбрус есть с еловой декой. Тоже очень яркий такой открытый инструмент. Ну, тоже сами понимаете, зачем нужен кедр, зачем елка, там долго не будем выдавливать. Ну да, Юрка про это много рассказывал в предыдущих роликах. Посмотрите, там видео есть, почему, например, Юр Полежаев выбирает только кедр. Вы поймете, зачем ему так. Ну, вот если у вас, если у вас своего собственного какого-то еще понимания не сложилось в этом плане. Потому что, знаешь, что прикольно, вот в Москве был, пришли два мужика, ну, такие зрелые, один, по-моему, там на пенсии даже, да. Так играют красиво, знаешь, такое звукоизвлечение классное, не старческое, а прям вот, прям молодежное, понимаешь, они прям как будто на хайгенчике играют, на акустике. Я вообще восхитился. И вот я сидел, я реально у них учился, то есть они мне рассказывали вещи, которые я вообще не знал. Они мне модели инструментов рассказывали, они мне рассказывали там про отличие одного материала от другого. Я реально просто слушал, блин, спасибо, офигенно, я об этом не знал, я об этом не знал. Поэтому делитесь с удовольствием, потому что это комьюнити, это сообщество, это же, как я все время говорю, это не товар первой необходимости, это приложение страсти. Если вы чеканутый, как и мы, пожалуйста, добро пожаловать. Гитара называется Elbrus 45 серийник 003. И, в общем, здесь костяные порожки и прекрасный сбалансированно басовитый звук. Эта гитара прекрасно подходит под все, что я исполняю, под то, что я хочу от инструмента. Здесь и шуршащий лак. Лак, да, и очень-очень такая густая перкуссия. Здесь хорошие колочки, здесь полный массив в целом. Все, что мне нужно от инструмента, я получу. И ширина порожка? Ширина верхнего порожка, да. Замерять уже не будем, я вам скажу по секрету, там 45. 45. А у Никиты дома есть крафтер, на котором ширина верхнего порожка? 52. 52, поэтому 45 для него это просто балалайка. Да, в целом я выбирал инструмент когда-то крафтер между корейским, настоящим корейским еловым и между китайским кедровым. Так вот, по звуку я выбрал кедр. И когда слушал инструменты, я не знал, конечно, какие у них названия, я просто играл. И удивительно, но мне понравился именно кедровый дредноут, как у меня дома и есть. Значит, предпочтительно для меня кедровые гитары, дредноуты. Ну, несмотря на то, что это твои гитары, давай препарируем. Эльбрус, это 45. Эльбрус 45. Замеряем мензуру. Мензура здесь, скорее всего, 24 дюйма. Абсолютно верно. Да, 24,8. По-русски 63 мм. По-русски 630 мм. Да. Здесь... Совсем по-русски так. 63. Здесь идеально проклеено вот этот вот подрозетник. Наборный, красивенький. Кстати, как его правильно называется? Подрозетник? Я вот не знаю. Пишите, кто знает, как правильно называется вот это укрощение вокруг розетки. Поправьте нас. Да. Также толщину деки замеряем. Здесь дека 3,3 мм. Относительно... Тоненько по сравнению с аудиториями, которые мы смотрели. Так, ладики здесь двоечки. Накладочка здесь 6 мм. Если вдруг будет какое-то желание задать радиус накладки, тут вариантов на разгул до 9,5, я думаю, можно спокойно. Кстати, вот это круто. На самом деле, вот эта толщина позволит вам именно кастомизировать этот инструмент именно под вас. Да. То есть, вот здесь какие здесь диаметры? У тебя тут 12, 20? Я сейчас принесу еще. У нас есть... Вот такие есть приспособы, которыми выводится и измеряется диаметр накладки. Да, у нас есть еще 26, 7,5, 9,5 и 16. В целом, смотрим, здесь также у нас винт, все очень-очень хорошо подогнано, пружинки все отшлифованы. Слушай, а давай заглянем в твою гитару, вовнутрь, как она выглядит изнутри. Поехали. Включай. Давайте вместе смотреть. Такая забавная детская игрушка, конечно, классная, которую можно... Так, вот этот тот самый хваленый болт. 6-миллиметровый. На который, да, крепится... Через клет крепится гриф, правильно я говорю? Так, вот так пружинки вот таким макаром выглядят. Контур-обечайка. Угу. Вот так это все выглядит сверху. Заглянем туда подальше. На нижний клет, ну-ка, что там? Ну, нижний клет. Все здорово. Так же про скрепочку. Скрепочка здесь в нужном распиле находится. Еще раз повторюсь, вот у вас волокна древесины, а скрепочка должна быть вот такой. Чтобы если у вас древесина расходится, по вот этим волокнам скрепки она у вас не разойдется. Если же скрепочку делают вот так, вместе с скрепочкой расходятся, и появляется щель вместе с клейки деки. Круто. Вот, это очень интересный момент. Покажи, о чем идет речь, покажем. Слушай, это очень интересно. Вот смотрите, видите, понятно, что вот эта книжка, да, что две части склеиваются. И вот по месту склейки накладочка, как она правильно называется? Скрепка. Вот эта скрепка, и она волокнами перпендикулярна основным волокнам задней деки. И понятно, что дополнительная жесткость от этого будет, если вдруг дереву очень захочется разбежаться по разным полюсам. Да, тем более распил-то радиальный. Так, это гитара Эльбрус от Искры. Очень интересный инструмент. Дредноут. Довольно-таки приятный тонкий гриф. Очень удобный. Толстая накладка. Хорошая отдача, хорошая такая атака, да, на низких струнах. И при этом довольно-таки четкие верха. Да, очень приятно играть. Широкий гриф. Струны как бы не задеваются. И очень классно играть, ну, различные такие блюзовые аппликатуры. При этом, в чем мне нравится, что очень хороший длинный сустейн. Классный баланс между низом, серединой и верхом. Такой довольно-таки бархатистый, как бы, получается звук. Ну, инструмент очень громкий. Интересный. Гитара Искра, модель Эльбрус. Что мы видим на графике? На графике мы видим отличные нижние частоты, нижняя серединка плотненькая. Отличные верхние частоты, плотные средние частоты. И также по графику мы можем увидеть все обертона, которые дает данная гитара. Отличная такая характеристика для гитар Искра заключается в том, что звучание данных гитар является очень подробным. То есть, каждая нотка к каждой нотке. Нет никакой каши при игре. В данном случае мы можем заметить у Эльбруса максимально ровный спектр, что отлично подходит для студийной и также для концертной работы. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...